Город подозрительно похожий на Брюссель. Улица Лабрадор, дом 26. Здесь, как на углях, живет парень по имени Тинтин, уже преуспевший газетный репортер, чей пытливый взгляд не упустит ни одной интересной истории. Очередная из них разверглась вокруг миниатюрной модели фрегата 17 века «Единорог», которую Тинтин купил на господнике, за которой находились американские детективы сентяпола и подозрительного вида делец по имени Иван Иванович Сахарин. Тайна, закрытая в единорогии, приведет Тинтин в экзотические эстрады, познакомит с прожженным морским волком, добродушным плечубе капитана Мордоком, поведает старую пиратскую легенду и сто раз загонит сердце в пятки. Стивен Спилберг, как всегда, тонко прочувствовал момент, когда можно войти в воду и выйти из нее с ихимно. Дождавшись пока технологии захвата движения Performance Capture достигнут примерно того же уровня, что и портретная живопись на эпоху Ренессанса, реализма и обновленности, режиссер подступился к экранизации творчества художника Эржа, своего европейского альтер-эго, с которым разминулся на полстолетия, но успел получить личное одобрение на киноадаптацию. Однажды Стивен уже сотрудничал с идейным единомышленником из Европы. Это был Франсуа Трюфо, снявшийся в близких контактах третьей степени. Оба неистовые киноманы, вдохновенные самоучки, и оба берегли внутри себя ребенка, позволяющего не убедать воображению, не замерзнуть идеализму и не выглядеть при этом смешным или сумасшедшим. Интеллектуальные фантазии для всей семьи снова на экране. Впрочем, даже если кто-то из журналистов или зрителей в недалеком будущем потребует повязать авторов подобного кино в смирительные рубашки за искреннюю пропаганду добра, поощрения талантов или за преданность в философской теме взросления через захватывающий дух испытания, это будет веским обвинением в уродливости незадачливого общества, в котором человека любя старомодные извращения. Да-да-да, у всех свои скелеточки, и такие, дай бог, каждому самым успехом.